Друзья, здравствуйте! На связи Горьков Чай. Меня зовут Юрий. Я уже более шести лет изучаю чайную культуру Китая. И сегодня мы вам расскажем о том, что такое шу-пуэр. Основной местностью производства и сбора чая шу-пуэр является провинция Юнань. Основные регионы это Линцань, Пуэр, Самао, Мэнхай. Эти места, где собирают лучшие сырёд для шу-пуэра. Шу-пуэр придумали в 70-х годах прошлого века. Открытие этой технологии принадлежит госпоже Уциин. Это технолог кунеминской чайной фабрики. И она, собственно, придумала, как из простого мао-ча, чайного сырья, сделать на 100% сферментированный чай, такой как шу-пуэр. Самым важным этапом производства шу-пуэра является процедура, которая называется влажное скирдование. В принципе, все этапы производства чая шу-пуэр, которые происходят до влажного скирдования, нам знакомы. Это сбор сырья, его сушка, вывяливание, изгнание влаги. И вот самая ключевая, скажем так, история, самая ключевая фаза, которая отличает шу-пуэр от других чаев, это процедура, которая называется ватуй или влажное скирдование. Чайное сырье мао-ча, чайное сырье, так переводится, мао-ча, закладывают в кучи пирамидальные большие. Они могут быть побольше, поменьше, могут быть весом до тонны. Потом их заливают водой технологии, закрывают тряпками, создавая тем самым среду, где влага начинает взаимодействовать с воздухом и листом, нагнетая температуру. Своротборожение происходит процесс. И польфенол окисляются, и чай получается на 100% сформированным буквально через 3 месяца уже. Но иногда технологии продолжают и более. Технологи все это время за этой кучей слезят. Подходят, открывают тряпку, смотрят, руку запускают туда, смотрят сырье влажное, но чересчур или нет, ворошат иногда. Это очень похоже, как в деревне занимаются сбором сена. Так вот, шу-пуэр придумали совершенно недавно, и многие путают, что для шу-пуэра очень важно, чтобы он был старый. На самом деле это не так, поскольку чай уже сферментировался во времени, ему не нужно ждать 10-20 лет, чтобы стать каким-то изысканным. На самом деле здесь самое важное – это качество сырья исходного, которое собрали, то самое молоча, которое в эти кучи заложили. Так вот, шу-пуэр – это чай сильной ферментации, он самый щелочной на вкус, то есть он заваривается, мы здесь немножко с ребятами попробовали, он заваривается достаточно так интенсивно и плотно, поскольку он сферментирован на 100%, пульфенолы имеют уже черный цвет, и настой появляется такой уже там нефтяной, как ночь. Шу-пуэр очень полезный для желудка чай, он самый щелочной всех щек, которые есть в нашем пантеоне, да, это среди 7 видов. Он мягко воздействует на желудок, хорошо выводит шлаки, вредные какие-то бактерии и считается одним из самых полезных чаев для пищеварения. Это короткий ролик был о том, что такое шу-пуэр. Мы вам объяснили, как резюме, я подвожу итог, что шу-пуэр – это чай с корней ферментацией, который придумали 50 лет назад, это 70-е годы технологам Кульминской чайной фабрики. Шу-пуэр, для шу-пуэра важно именно исходное сырье, насколько качественный чай был, срок хранения для него не так важен, насколько он прохранился у кого-то, у кого-то коллекционера. И это чай самой сильной ферментации, 100%, который заваривается в черный цвет, который не горчит и очень полезен для пищеварения. Далее мы будем разбирать вопрос более глубоко, это ознакомительная часть. И всем спасибо, что нас послушали. До скорых встреч. Всего хорошего. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok